Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События среды в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. День траура по погибшим в Казани. Вместе с жителями Татарстана скорбит вся страна. В Черкесске в парке Победы состоялось в изложении цветов памяти погибших. Будут доводить питьевую воду до ГОСТа и отправлять ее на ПТР. В Карачаевском районе идут работы по прокладке водопровода, когда жители обеспечат качественной водой, которая наберет наибольшее количество голосов, будет отремонтирована и обустроена. Измените мир вокруг себя, проголосуйте за свой объект в своем городе. Именно на них ложится большая часть заботы о больных. Облегчить страдания больного, сказать доброе слово, свой профессиональный праздник отмечают медицинские сестры. Карачаево-Черкесия скорбит вместе с Татарстаном. Сегодня юные и взрослые жители республики присоединились к общероссийской общественной акции памяти, посвященной трагедии в Казани. В Черкесске в парке Победы состоялось возложение цветов. Напомним, что вчера утром бывший ученик Казанской гимназии номер 175 Ильнас Галевиев пришел в школу с оружием и начал стрельбу. По официальным данным, в школе погибли семеро детей и двое взрослых. Около 20 человек получили ранения разной степени тяжести. Члены правительства Карачаева-Черкесии, депутаты Народного собрания, работники мэрии города, представители различных общественных организаций и горожане возложили цветы в память о погибших в Казани. Сегодня и вчера мы на протяжении этих двух дней скорбим вместе с жителями Казани, разделяем их боль утраты. Это невосполнимая потеря для педагогической общественности Казани, учебная огромная потеря, школьники ни в чем не повинны, дети пострадали. Это трагедия для всех, для нас. Мы делаем соответствующие выводы. Царство небесное всем тем, кто пострадал от рук террористов. Вчера глава Карачаева-Черкесской республики уже дал поручение руководителям образовательных организаций, главам муниципальных образовательных организаций усилить меры антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях. Это касается и дошкольных образовательных организаций, и общеобразовательных организаций профессионального обучения, высшего профессионального образования. Будут пересмотрены все меры и мероприятия. Они будут направлены на усиление мер защиты антитеррористической, защищенности всех объектов. В Карачайском районе начаты работы по прокладке водопровода. Реализация данного проекта позволит обеспечить порядка 30 тысяч людей качественной питьевой водой. Завершить строительство водопровода планируют к концу 2022 года. В рамках проекта предусмотрено строительство водозабора, площадки и самотечного водопровода в населенные пункты. Подробности у Аслана Гирюгова. Во исполнение указа президента России по поручению главы республики разработан региональный проект «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Он реализуется с 2019 года и с его помощью проблема водоснабжения решается во многих районах Карачаева-Черкесии. Сейчас работы ведутся в Карачаевском районе. За время строительства планируется обеспечить бесперебойным качественным водоснабжением население 11 населенных пунктов Карачаевского и Юж-Жигутинского районов. По поручению главы республики и во исполнение указов президента 204 от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах по развитию Российской Федерации разработан и утвержден региональный проект «Чистая вода». Строительство данного объекта, Карачаевского группового водопровода, позволит обеспечить порядка 30 тысяч населения Карачаевского и Юж-Жигутинского районов качественным бесперебойным водоснабжением. Это в 11 населенных пунктах. Проектом предусматривается строительство самоотечных водоводов общей протяженностью около 26 километров для подачи воды в ряд населенных пунктов, площадка очистных сооружений, здание для обеззараживания воды и два резервуара по 1000 кубических метров. На сегодняшний день положено нашими подрядчиками более 1600 метров трубы 450. Сейчас ведутся тут работы. В этом году мы должны положить совместно с подрядчиком 26 километров и начать работы по резервуарам и очистным сооружениям. Здесь будет комплекс стоять очистных сооружений, которые будут доводить питьевую воду до ГОСТа и отправлять ее на потребителя. Реализация данного проекта очень радует жителей Карачаевского района, ведь во многих населенных пунктах в летнее время вода шла с перебоями, а после дождей зачастую была грязной. В водоснабжении у нас в ауле проблема всегда была, что летом не хватало воды и грязная вода после дождей. И вот с программой «Чистая вода» мы думаем, что и воды будет достаточно, и она уже будет очищаться. И люди уже будут рады этому, если чистая вода будет идти. У нас есть проблемы с водой, так как вода грязная. После строительства очистных сооружений мы надеемся, что в ауле у нас будет чистая вода. Окончание строительства Карачаевского сельского водопровода планируется на 2023 год. Аслан Георгиев, Руслан Харченко. Вести Карачаево-Черкесия. Карачаевский район. В трех городах Карачаево-Черкесии с помощью голосования определят объекты благоустройства на 2022 год. Голосование уже идет и продлится до 30 мая. Как и где можно проголосовать, а также какие территории будут отбирать для преображения уже в следующем году, расскажет Альбина Ламкова. За последние несколько лет в большинстве населенных пунктов России развернулись масштабные работы по благоустройству территории. И наша республика не исключение. В этом году отбор объектов будет проходить путем онлайн-голосования. И те, которые наберут наибольшее количество голосов, обновят уже в 2022 году. Данная процедура проходит в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Программа реализуется с 2017 года. Перечень представленных объектов Черкеска, Усть-Джигуты и Карачаевска был определен заранее. Несколько лет назад происходило голосование рейтинговое. Составлен перечень. Те, кто будет благоустраиваться. И по очередности оно благоустраивается. В каждом городе выставлены свои территории и их дизайн-проекты. В Карачаевске продолжат благоустройство аллеи. По ней выставлено два дизайн-проекта. Жители Усть-Джигуты смогут проголосовать за две территории – на Балахоново и Первомайской. Там планируют провести ландшафтные работы. Проложить покрытие, благоустроить дорожки, автостоянки, площадки. Установить ограждения и малые архитектурные формы. Также провести работу по озеленению, создать физкультурно-оздоровительную зону и детскую игровую. В том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, оснащенную специальным оборудованием. В Черкесске четыре объекта, два дизайн-проекта и две общественные территории. Это сквер на проспекте Ленина, вблизи многоквартирного дома. Там есть небольшой зеленый участок, расположенный в городской застройке, предназначен для кратковременного отдыха. Еще горожанам предлагают на выбор парк вблизи Покровской церкви. Это хорошая территория для отдыха и прогулок для всех. Место открытое и густо озелененное. Есть два фонтана, велосипедные и беговые дорожки, детские городки. Все, что нужно для активного, да и пассивного отдыха. Будут благоустраивать и центральный парк возле площади Ленина. Да, реконструкция уже начинается в этом году. Соответственно, прилагается выбрать окончательный вариант. Проголосовать за понравившийся проект благоустройства в своем населенном пункте может каждый житель старше 14 лет. У всех по одному голосу. Весь процесс при этом очень прост. Есть два способа. Нужно самостоятельно зайти на портал «Голосование на единой платформе» за городсреда.ру. Во вкладке программы нужно выбрать наш регион и тот город, который участвует в данной процедуре. Тут уже все пошагово расписано. Ознакомившись с данной информацией, нужно определиться и нажать на кнопочку «Проголосовать». Если вы сами не можете справиться с этим, в каждом из наших городов есть волонтеры, которые помогут вам в голосовании. Впредь голосование будут проводить ежегодно. А для этого жителям населенных пунктов будут предлагать территории для благоустройства. И та из них, которая наберет наибольшее количество голосов, будет отремонтирована и обустроена в будущем году. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Роберт Джигутанов. Вести. Карачаево-Черкесия. Ну а сейчас время прогноза погоды. Похоже, в ближайшие дни нас наконец ждет теплый май. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночи плюс 2-7 в горах, минус 3 плюс 2, а днем 23-28 выше нуля. И в горах местами до плюс 18. В Черкесске без осадков ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночи плюс 5-7, днем 25-27 градусов тепла. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. Информация из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 20 209 человек. Из них 19 921 выздоровел, 107 госпитализированы. Сегодня профессиональный праздник среднего медицинского персонала. Международный день медицинской сестры. Идея чествования медсестер появилась в 1953 году. А в России отмечается с 1993 года. О мастере своего дела со стажем работы более 40 лет. Об одной из опытных медсестер Черкесской городской больницы Зухреба и Ромуковой расскажет Мурат Женкёзов. Международный день медицинской сестры отмечается в день рождения англичанки Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. В наше время сложно представить себе медицину без медсестер. Ведь именно на них ложится большая часть заботы о больных. С одной из них мы сейчас и познакомимся. Трудно себе представить хотя бы одну больницу или даже поликлинику без медицинских сестер. Их общие обязанности – это уколы, капельницы, прививки, измерение давления, контроль за больными по назначению врача и много чего еще. По мнению врачей, на плечи медсестер ложится до 80% всей заботы о больных. Наша медсестра Байрамукова Зухра, она работает с 1976 года. Это было ее первое и единственное рабочее место. У нас очень много новорожденных детей, первородящие мамы, которые еще не оправились после родов, которым трудно проводить кормление. У них нет навыков, нет знаний специальных. И наша любимая Зухра, мы ее все любим. И все мамы, которые к нам поступают, они ее любят тоже с первого дня, потому что она как заботливая мама, как заботливая бабушка, относится так к каждому пациенту. Главная заповедь педиатров и младшего медицинского персонала детских больниц звучит так. Относись к ребенку и его родителям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе и твоим детям в дни здоровья и в часы болезни. Я вижу по лицу мамочки, как она относится к своему ребенку, чувствует, как ребенку лучше. Мне тоже приятно, когда мама себя так чувствует. Хочется вот все вложить в мать, чтобы я сама как мама чувствую, как мама радуется улучшению здоровья ребенка. Наша героиня обладает даром высокой чувствительности, предвидения или ощущения того состояния у детей, которое мы называем патологией. Она по скудным жестам ребенка, мимике, позе, характеру плача, крика по глазам и изменению кожи, может распознать тяжесть болезни, заподозить заболевание и предупредить об этом врача. Мы родились порогом сердца, получается. Мы лежим тут, считай, с трех месяцев. Почти каждый месяц поступаем. Мы лежали до операции и после операции. Ухаживали за нами медсестры, хорошо обслуживали нас. И врачи так же. Мы лежали до операции, после. Медсестры уколы нам все делали и хорошо к нам относились. Тот, кто осушил слезы и вызвал улыбку на устах ребенка, достоин зудчего, построившего самый величественный храм. Так гласит индийский афоризм. Я на работу с утра как прихожу, с удовольствием начинаю свою работу выполнять. И в течение дня, чтобы чувствовать, уходя домой, что я все сделала для детей. Еще одна особенность Зухры Байрамуковы – она умеет ладить с матерями больных детей и подчинить их самоотверженную преданность выздоровлению. Мурат Чанкиозов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия. И последнее указом главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Завтра праздник разговения Ураза-Байрам объявлен нерабочим днем. Работа 13 мая компенсируется предоставлением другого дня отдыха. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. А прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Обитель». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин